Вот он! Наш Кампионе Этсио! Да здравствуй, Этсио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Верь и мёртв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаврари! Сипаса тутто и джерну аббери! Апутане! А что, правда? Ха-ха-ха-ха, Этсио, давай пройдёмся. Да, дядя. Буана Георнато, с вами говорит Стелл, и у нас наступила пора перемен в игре Ассасин Крит 2. Паццы работают на некоего... испанца. Это Родриго Борджа, один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель Ордена Темплиеров. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да, а при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне всё равно придётся сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных Темплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дяде. Мессер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Вере дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наёмниками, как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере три человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки лишь вследствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако, я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, фра Джоконда. Именно об этом я и говорил в прошлой миссии, что в Ерипатце был очень жестокий характер. Собственно, такой же, как и у Франческо. А сейчас давайте вернёмся к дяде Марио, и настало время узнать, что нам делать с полученными страницами Кодекса. Знакомо, да? Страницы Кодекса. Да. Твой отец нашёл и перевёл несколько страниц незадолго до... Вот. Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Леонардо да Винчи. Ну и начиная с этого момента, мы будем находить страницы Кодекса во всех городах Италии. В каких нам только доведётся побывать. И Монтери Джонни не исключение. Сейчас Эдсо заберётся на крышу виллы, и оттуда нам откроется вид на весь городок. А также с помощью орлиного зрения мы увидим, что ещё четыре страницы Кодекса находятся в пределах города. Три из них непосредственно в пределах городской стены. За четвёртой придётся проехаться немного дальше. Ну а пока Эдсо занят поиском страниц, я предлагаю вам послушать о городке, в котором наш герой сейчас находится. Монтери Джонни – город и коммуна в Тоскане, Италия. Построенный в 18 веке лордами Сиены, Монтери Джонни принимал активное участие в защите Тосканы от флорентийских посягательств на её территорию. Важную роль в этом конфликте сыграла семья Аудиторе, члены которой позже стали правителями и защитниками города. Они построили знаменитые стены Монтери Джонни и самое большое строение внутри них – виллу Аудиторе. А теперь немного фактов о реальном городке. Монтери Джонни – это городок, который расположен на невысоком холме и окружён серьёзных размеров крепостной стеной. Основан он в 1203 году, но уже через 10 лет его сделали военной крепостью. Если издали смотреть на населённый пункт, то возвышающиеся 11 башен создают впечатление, что вы попали во времена Средневековья. Крепостная стена имеет длину около 750 метров. Её строительство велось практически 10 лет и было закончено к 1219 году. Главной достопримечательностью города, которую обязательно должен посетить каждый турист, является старинная приходская церковь, построенная ещё в эпоху перехода от романтического к готическому стилю. Главная крепость Монтери Джонни видна ещё при подъезде к городу по дороге Флоренция-Сиена. На сегодняшний день защитником строения является только один человек. По крайней мере, во время экскурсии охранников обычно не видно. Весь город Монтери Джонни представляет собой одну площадь, расположенную внутри громадных крепостных стен. Как уже упоминалось ранее, в этих стенах размещена небольшая церквушка, в которой всегда много посетителей. Что ж, пожалуй, хватит уроков истории на сегодня, вернёмся к нашему главному герою. Вы могли заметить, что в перерывах между поиском страниц кодекса мы нашли 8 статуэток древних богов, и разместив каждую из них на соответствующем пьедестале, за каждую пару мы получили по 2000 флоринов. Итого 8000 за 8 статуэток. Довольно-таки прибыльное дельце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот мы собрали все 4 страницы кодекса, которые находились на территории Монтери Джонни, и 25-я миссия подошла к своему концу. С вами говорил Стелл. Всем пока-пока. Стоп-стоп, не спеши выключать ролик. Я тут подумал и решил, что неплохо было бы в 25-й миссии завершить все дела в Тоскане, и уж только потом отправляться во Флоренцию. Поэтому сейчас мы зайдем к Клауде и послушаем, что она нам скажет. Привет, Клаудия. Наш дядя просто козел. Это возмутительно. Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо, когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать. Если ты приведешь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк, иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги и заберу их себе. Понятно? По рукам. В этой книге, как и сказала Клаудия, будут написаны все наши доходы от города и его лавок, а также указаны все возможные наши покупки, начиная от картин, заканчивая боевым снаряжением. А сейчас поговорим с архитектором и посмотрим, как мы можем улучшить город. Бонжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок, но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Этсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует денег. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет у скидка. Что же касается ремонта зданий, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей, и твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Да уж, отремонтировать нужно довольно много зданий, но тем не менее, этим очень интересно заниматься. Во всяком случае, мне. Лично я советую вам сперва полностью улучшить Монтериджони. Не тратьте деньги на покупки доспехов и оружия. Это вы и так сможете сделать, но позже. Чем больше вы вложите денег в развитие города, тем больше будет доход в конечном итоге, и тем дешевле будет стоить снаряжение. Поэтому задумайтесь, это действительно очень выгодно. В первую очередь, я улучшу лавку кузнеца и врача, чтобы было дешевле чинить сломанные доспехи и покупать лекарства. Без этого никуда. Ну и на оставшиеся деньги откроем банк и лавку торговца картинами. Отлично. Мы потратили почти все наши заработанные флорины, но тем не менее, получили выгоду. Стоимость Монтериджони возросла до 13500 флоринов. Теперь пора вновь навестить дядю Марио и узнать, какие еще тайны скрыты на вилле аудиторы. Эцио, мальчик мой! Пришло время кое-что показать тебе! Вот это да! Какая-то потайная дверь. Интересно, куда она ведет? Думаю, скоро узнаем. Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне? Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. Да-да, Ребекка, знаю. Нам предстоит найти гробницы этих шестерых ассасинов и с помощью найденных в них в печати достать броню Альтаира. А сейчас я уже точно вынужден попрощаться, ибо мы завершили все дела на Вилле и можем смело отправляться во Флоренцию. С вами говорил Стел, всем пока-пока.